В Государственном музее искусства имени Костеева открылась экспозиция «Степные истории». На персональной выставке можно лицезреть 50 живописных и графических работ знаменитого художника из Бурятии Зорикто Доржиева. Эти картины объехали многие страны мира, и вот теперь автор решил представить их на суд ценителей искусства в Казахстане. Выставка впервые прошла в 2009 году в Нью-Йорке в Тибет-Хаус. Её патронировал отец известной голливудской актрисы Умы Турман, Роберт Турман. Его работы выставлялись в лучших музеях России и всего мира. Например, в Третьяковской галерее в Москве, в Музее Востока в Москве, в Русском музее в Санкт-Петербурге, а также в Альберт-Холле в Лондоне, в Совете Европы в Страсбурге. Картину под названием «Джаконда Хатун» российский художник написал в 2007 году. Монгольское воплощение Монализы – это ремейк классического произведения. Зорикто взял за основу знаменитый эталон красоты, чтобы встать в одну плеяду с известными авторами пародии на Джаконду. Сюжет из Леонардо Давидчи. Работа здесь очень напоминает картины Модельяне. И сам Зорикто сказал, что на его творчество Модельяне оказал большое влияние. Те же восточные красавицы, то часто у него действительно фигуры, они, людей изображены в стиле Модельяне. То есть они несколько вытянуты. Зорикто Доржеев вырос в творческой семье, его родители – художники, поэтому у мастера Кисси с детства было образное восприятие действительности. И оно помогает создавать автору характерные только для него картины. Когда он открывал нашу выставку, он сам делился своим опытом, то что все вот эти сюжеты к нему приходят, когда он выезжает на природу, когда он выезжает в степь, и там начинают приходить различные образы. Мастер изучал основы русской академической школы и современного европейского искусства. Вместе с этим он продолжает следовать бурятским традициям. На его полотнах часто присутствует образ кочевника в Великой степи. Кочевник для него – это прежде всего созерцатель, тот человек, который любит быть один. Это поэт, это философ, который любит выходить в степь, любоваться ее красотой, видеть какие-то новые краски, красочные сочетания, дышать воздухом степи, ее травами и восхищаться. Но в это время он как бы одинок, и никого рядом нет. И качуя по этой степи, вдруг он видит другого такого же путника, и происходит вот эта долгожданная встреча. Судя по этим работам, автор любит поэкспериментировать. Основным художественным приемом в Заре, кто выбрал гротеск. Поэтому в его работах можно встретить добрые и смешные образы. Например, вы видите азарт скачки, с потрясающей бешеной динамикой, с чувством схватки друг с другом. Вы видите в работе Куча Мала, как дети немножко дерутся между собой, и это показывает настоящих мальчишек. Хотя и все эти дети изображены в национальной одежде. В то же время Даржиев работает в станковой живописи, графике и скульптуре. Он иллюстрировал несколько книг, в том числе «Жестокий век» Исаия Калашникова. Также художник участвовал в создании костюмов и эскизов к известному фильму. По приглашению Даши Намдакова, главного художника фильма «Мангу», режиссера российского «Бодрова», Рикто Даржиев принимал участие как художник в съемках этого фильма. Среди почитателей таланта за Рикто известны бизнесмены, певцы, актеры и политики. Его полотна были не раз представлены на ведущих арт-шоу в разных странах. Также в Нью-Йорке на аукционе «Кристис» были проданы две прекрасные работы Зарикто Даржиева. Также Зарикто Даржиев – участник многих международных выставок. Его работы хранятся в частных собраниях США, Германии, Австралии и не только. А теперь у его творчества появились свои поклонники и в Казахстане. Выставка «Степные истории» продлится до 25 декабря. Айдос Каденов, Ернур Айдарбек, Жанакун. Айдарбек, Жанакун.